Существует легенда, что на царском балу в присутствии Екатерины II зашел разговор о новом отвоеванном турком порту Хаджибея. Один из гостей, зная любовь царитии, называть отвоеванные города древнегреческими именами, предложил переименовать город в честь древнегреческой колонии Одессу. На что царица ответила, хорошо, пусть Хаджибея будет носить это элитное имя, но только в женском роде. Уже потом выяснилось, что греческое поселение с таким названием находится на месте нынешнего порта Варна. Город Хаджибея так никто и не стал переименовывать. Но история Одессы началась задолго до Екатерины II. Дерибасовская одна из лучших улиц в Одессе. Каждый миллиметр этого уникального места хранит в себе память о тех или иных знаменитых событиях. На самой улице достопримечательностей не так уж и много, но между тем сама улица является основной достопримечательностью города. Именно в честь основателя города, прекрасного архитектора Хосе Дерибаса и названа улица. До того, как улица стала Дерибасовской, она носила название Гимнастская. Брещатая мостовая улица и отсутствие движения автотранспорта помогают окунуться в тишину и завораживающую атмосферу загадочности и великой истории этого места. Дерибасовская улица вся усеяна многочисленными ресторанами, зимними и летними кафе, которые расположены прямо в памятниках архитектуры. Здесь также и завораживающие витрины магазинов, среди которых самый популярный пассаж. Пассаж является памятником архитектуры XIX века. Именно это здание и определило всю архитектуру Одессы. В пассаже сейчас находятся и изысканные рестораны, и бутики, и гостиницы. К концу XIV, начало XV века северо-западное причерное море перешлось под властью татар, под властью великого княжества литовского. Так появилось поселение Хаджибей. К XV веку относится первое упоминание о поселении Качибей, ближайшем предшественнику Одессы. У него было несколько названий Качибей, Гаджибей, Хаджибей, но в конце концов оно стало называться Хаджибей. Во второй половине XVIII века в районе Хаджибей обосновались запорожцы, но позже Хаджибей был полностью разрушен турецкими захватчиками и был отвоеван Российской империей. В 1889 году Йосиф Дерибас поднял затонувшую флотилию, им же было предложено построить гавань для стоянки морского флота. Впервые новое название города Одессы встречается в 1795 году. В Одессе построено несколько домов, которые с определенной точки выглядят как стена. Секрет таких строений в том, что задняя стена дома сразу прилегает к фасадной, то есть имеет треугольную форму. Самый известный такой дом в Одессе расположен в Барнцовском переулке. Георгий Рафалович решил построить доходный дом и сдавать комнаты и квартиры для съема. И вот ему выделили участок с острым углом. Таким образом решено было встроить это здание в тот участок, который на тот момент был. Конечно же в городе рождались легенды, почему дом называется плоский дом, дом-стена, дом с одной стеной. Одни говорили, что ему не хватило строительного материала, поэтому он строил дом между двумя другими и две стены совместил. Другие говорили, что он не заплатил своему архитектору зарплату и он решил его таким образом наказать. Сейчас мы находимся возле Одесского национального академического театра оперы и балета. В 1873 году, через 64 года после открытия здания театра, он был полностью уничтожен пожаром. Через год был объявлен конкурс на проект лучшего храма искусств. В результате чего проект был получен двум венским архитекторам Фельмеру и Гельмеру. Потемкинская лестница – это бульварная лестница, ведущая к морю в Одессе. Построена в 1837 году, в 1841 году. Стала знаменитой после фильма «Броненосец Потемкин», из-за чего и получила свое название. Одесский порт – третий по грузообороту на Черном море. Строительство началось в 1794 году, а закончилось в 1905. Во время Второй мировой войны порт потерпел значительное разрушение. Немедленно после окончания боевых действий в городе начались работы по разминированию порта, в котором немцы заминировали все 43 причала. Менее чем через полгода, благодаря самоотверженному труду одесситов, порт уже принял и разгрузил первые суда. Набережный пляж Лонжерон в Одессе – очень популярное место, любимое как одесситами, так и гостями этого города. Пляж Лонжерон построен на месте бывшей дачи одесского градоначальника, графа Александра Федоровича Лонжерона. Здесь располагается одесский городской дельфинарий Немо. Это целый комплекс для отдыха туристов. Нам удалось побывать в дельфинарии, больше всего нам понравилось выступление с дельфинами и морским котиком. До недавнего времени дворец Толстых в Одессе знали как дом ученых. Архитектурный комплекс включает в себя два здания – картинную галерею, созданную архитекторами, подарившими Одессе новое здание оперного театра, и особняк в стиле русского классицизма – крайне двухэтажное здание с 12 комнатами. Особняк построен в 1830-х годах архитектором Баффо для Николая Хорвата. В 70-х годах особняк перешел к Елене Смирновой. Это был подарок графа Толстого, получившего разрешение на брак с ней от своего отца. В 28 лет граф влюбляется в прачку в своем доме. Брак их был невозможен из-за слишком разного положения в обществе. У них рождаются двое внебрачных детей. Отец Михаила Толстого написал императору прошение, чтобы узаконить их брак и двух сыновей, и получил разрешение. Бракосочетание состоялось, но общество не приняло их семью. Несчастье преследовало семью, не дожив до 30-ти, умирает от болезни их сын Константин. Сам граф долго и тяжело болел. В 1896 году Толстой старший начинает постройку здания собственной картинной галереи, которая заканчивается уже его сыном в 1899 году. Некоторые одесские улицы названы в честь тех или иных национальностей, которые населяли этот город и формировали свои общины. Так в городе Одессе появились греческая, бессарабская, болгарская, еврейская, Большая и Малая Арнаутский и Армянский переулок. Была в Одессе немецкая площадь, в центре которой находилась главная церковь одесских немцев Кирха. Перед вами величественный Воронцовский дворец. Князь Михаил Воронцов прибыл в Одессу в 1823 году и выбрал это место для строительства усадьбы. Не только из-за красивого вида, но и из-за того, что когда-то во времена Хаджибея здесь стояла турецкая крепость, которую штурмовал и разрушил отряд русских солдат под командованием Йосифа Дерибаса. Под дворцом сохранились подземелья, по всей вероятности, бывшие когда-то частью крепости. Проект дворца был заказан архитектору Францу Баффо. Усадьба построена в стиле ампир, которому характерны массивность, пафосность, величественность и зрелищность. Возле дворца находится мраморный фонтан и величественная колоннада, с которой открывается прекрасный вид. Субтитры создавал DimaTorzok